Шоурум Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета принимает новых гостей. 16 ноября в гости к будущим журналистам приехал человек, который действительно может поделиться своим опытом. Член редколлегии «Новая газета», секретарь Союза журналистов России, писатель и член Совета по правам человека при президенте России Леонид Никитинский. На встрече со студентами Леонид Никитинский презентовал свою книгу «Апология журналистики», которая посвящена пропаганде, развлечениям и журналистике. Все эти три пункта составляют единое медиапространство России. В этом убежден автор книги. Кроме этого, журналист обратил внимание студентов на проблему современной журналистики. Она стала неэффективной и неинформативной. Открываем программу, где там информация. Хоккей, ток-шоу, ну это еще можно так всяк, там как-то к информации привести. Сериал, викторина. Это чисто развлекуха, да. Ну и в перемешку там иногда появляются новости в нагрузку, да, которые чаще всего в перерывах между хоккеями, это мы проводили соответствующие даже исследования и пришли к выводу, что вот большая часть того, что есть в так называемых СМИ, это просто переписанные пресс-релизы. Типа пришел, ушел, там приехал, открыл, закрыл, ну может быть еще что-то сказал. И в основном это развлечение, там кроссворд, как солить капусту, там он может быть от полезной советы, даже и неплохо. Отметить, что Леонид Никитинский посвящает свое творчество темам судебной и правовой системе. В 1988 году Леонид Никитинский в журнале «Огонек» написал очерк с названием «Беспредел». И в заключение приятно отметить, что это слово вошло в общественный оборот. Олег Кашин, Владислав Михневский, Универньюз. Продолжение следует...